Парк появился на выжженной земле в послевоенные годы, когда местные жители собственными силами начали сажать орехи. Многие из этих деревьев сохранились. В 2010 году парк реконструировали. Произведена расчистка, выполнены работы по благоустройству парковой зоны. Высажены молодые деревья и кустарники. В парке насчитывалось почти 900 хвойных и 1400 лиственных растений, 450 кустарников. Однако после каждого дождя парк затапливается и лишается одного из нескольких растений, погибающих из-за длительного пребывания в воде. Вначале посаживали там деревья, но уже махнули рукой. Не такой уход за парком. Вот тут вот и розы пропадают, пропали, можно сказать. Жители Анапы сообщили, что несколько лет назад такой проблемы не было. Пока городская администрация не решила ливневый сток с улицы Ивана Голубца направить в парк. Поскольку уровень парка ниже уровня улицы, теперь парк при выпадении осадков заливает. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы обратили на это внимание власти и что-то предприняли. Потому что жалко и насаждения, которые пропадают. Просто обидно, жалко на это смотреть. Граждан волнует судьба парка. И они со своими тревогами обратились в городскую администрацию. Но получили исчерпывающий ответ, что площадь потопления парка с каждым годом уменьшается и составляет всего 120 метров, свободных от растительности. Исполнитель письма не указывает, что ранее это была зеленая зона. Но все растения на этой площади уже погибли. Более того, чиновник в ответ гражданам отвечает, что маленький прудик весной только украшает природный пейзаж в стиле русской природы. Очень похвально, что муниципальные служащие в изящной словесности. Но неуместно, что в рабочее время и в ответе на письма граждан. Не стоит также забывать, что на реконструкцию парка затрачены приличные бюджетные средства. Мы не раз в эфире нашей программы поднимали эту тему, но, к сожалению, адекватную реакцию от ответственных лиц мы так и не увидели. И вот в ситуацию вмешались краснодарские активисты Общероссийского народного фронта. Они направили обращение к главе муниципального образования с просьбой принять меры как хозяйственные по восстановлению парка, так и административные к сотрудникам. Будем надеяться, что инициатива принесет плоды. Ну а мы будем следить за развитием событий. Продолжение следует...